Девушки отдыхают 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 ПЕСНЯ 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 Эстер, 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 мое дитя! Ответь мне, дышит ли она? Эстер, ой, Эстер! Этого не может быть! Этого не может быть! Теперь все потеряно навсегда. Моя жена, мой ребенок, мои рукописи, мой дом, все потеряно, ничего больше нет. Если б я только мог лечь вместе со своим безжизненным ребенком и умереть. Я должен взять себя в руки. Я не должен печалиться в шаббат. Такова воля Ашема. Пусть исполнится она. Сейчас я должен молиться. О, что я могу поделать? Ребенок мертв. Я вернусь сюда позже, чтобы похоронить его. А сейчас я должен бежать. Его Величество Король Польши. Его Величество переуспел в битве с казаками. Теперь Его Величество может насладиться охотой. Его Величество может быть полностью довольны с анямами в крепе. Казаки оброшены. Да, но там, где они остались, они вершат ужасное насилие, ожидая города. Ваше Величество, Ваше Величество, мы нашли тяну красивого ребенка. Кого-то из тех, кто искал спасения от казаков. Но ребенок уже мертв. Я хочу сам увидеть ребенка. Она здесь, взгляните. Она такая красивая. Парзинский, ты мой личный доктор. Скажи мне, может быть, ребенок еще жив? Может быть, она еще дышит? Она такая красивая. Она выглядит такой изысканной. Давайте подождем и посмотрим, что скажет цок. Парзинский, что вы там нашли? Ребенок жив. Она пала в глубокую комнату. Но, возможно, если один из ваших тех пор не подъезжает на свой дом, мы еще сможем ее нахудить. Наверное, я глубоко в лесу. Но хоть казаки ушли. Я должен вернуться назад и покоронить своего ребенка. Что будет? Это то место! Это то самое место! Я вижу следы лошадей. Но где же мой ребенок? Как же я смогу похоронить его? Эстер, неужели мне будет отказано похоронить тебя по еврейским традициям? Мое бедное дитя, что же осталось с тобой? Добрый день, доктор Парзинский. Как чувствует тебя этот ребенок? Есть ли надежда? Она по-прежнему придурок высокой температуры, но я думаю, что лечение, которое она получает, начинает действовать. Мне кажется, прибежит у некоторых дизнаков решение на детстве. Это ваше общее. Я глубоко благодарна. Знаете, доктор Парзинский? Во дворце все только и дело, что говорят о лесном ребенке. Мария, твоя шестилетняя дочь, хочет увидеть ее. Для этого ей придется немного подождать, когда это станет возможным, и сообщу его величину. Спасибо, Парзинский. Пожалуйста, продолжайте. Сделайте все для спасения этого ребенка. Можете быть вам не уверены в вашем естественном, но успел к ней привязаться. Даже в самые страшные моменты болезни она проявляла знаки в пенчоности. Мне кажется, теперь она ребенок из благородной семьи. Продолжение следует... Я уверена, опасность позитива, она будет к полному выздоровлению. Я думаю, что она уже готова говорить и сможет нам рассказать о своем прошлом. По вашей тонати, доктор Парзинский, я чувствую, вы что-то интересное обнаружили. Ну, расскажите нам, доктор Парзинский, что вы уже знаете? Ребенок не является дочерью польского дворянина, как мы думали раньше. Это еврейский ребенок. Еврейский ребенок? Да, но я мать тяжело болела и умерла, а я отец лежал снег по западу. Что же нам делать с еврейским ребенком? Прошли недели с тех пор, как мы нашли ее в лицу. Как же мы узнаем, где теперь ее отец? Должно быть, он оставил ее умирать. Кто знает, где теперь его искать? Доброе утро, папа, я только закончила играть о лесном ребенке. Было в данной стороне. Она сказала, что я забыла из тех, я уже намного лучше. Почему вы такие серьезные? Мы как раз говорили о лесном ребенке. И что делать с ней? С позволения вашего величества, я бы посоветовала вернуться к ребенку в какую-нибудь еврейскую общину, а позаботиться о ней. О нет, папа, я не хочу, чтобы нас разлучали с сыском ребенка. Я ее люблю. Когда она полностью поправится, она мне будет как сестра. О, пожалуйста, пожалуйста, не посылайте ее прочь. Очень хорошо. Желание Марии исполнится, ребенок будет обращен к нашу веру и сможет оставаться с нами во дворце до тех пор, пока Мария будет дружить с ней. Все согласны? Желание Марии исполнится, пусть будет так. Но есть другая проблема. Ребенок отказывается кушать какую-либо еврейскую пищу. Она есть только свежие фрукты и овощи. Но почему? Она сказала, что Бог мне разрешает ей кушать такую еду. Я сказала, что она сначала ела все. Она сказала, что дело так, потому что ее жизнь была в опасности. Но сейчас ей намного лучше, и она не будет кушать такую-либо. Нам нужно найти священника, который поговорит. Доброе утро, дитя мое. Я вижу, тебе значительно лучше. Да, слава Желла. Мне действительно намного лучше. Теперь, когда ты в королевском доме, как ты себя чувствуешь? Я так благодарна королеве и королеве, с Марией и доктором за то, что они спасли мне жизнь. На самом деле, ты должна быть благодарна. Если бы не они, ты бы не бежала. Я знаю, но я хочу вернуться к своему отцу. Это не так просто. В прошлой неделе с тех пор он оставил тебя одну умирать в лесу. Он бежал от казаков. Так что же мне делать? Король и королева так счастливы видят тебя здесь. Ты сможешь остаться в королевском доме по одному условию. При одном условии? С тех пор твой отец оставил тебя умирать. Для него ты мертва. С того момента, как король спасет тебя жизнь, ты не знаешь. Что это значит? Ты должна понять религию короля. И тогда все будет хорошо. И ты сможешь остаться в королевском доме. И король и королева будут обращаться с тобой под своей родной дочерью. Принять их религию никогда. За временем ты поймешь, что это единственное верное решение. Я никогда не оставлю мою религию. И религию моих родителей и предков. Ты не понимаешь. Король спасет тебя жизнь. Ты принадлежишь ему. Ты должна верить его религию. Я не могу. Я не могу. Я не буду этого делать. Всегда евреи страдали за свою веру. Я буду делать то же самое. Или оставьте меня в покое. Или, если вы силой клянулись и меня предать мою веру, убейте меня. Тише, Эстер, не плачь. Никто не заставит тебя делать того, чего ты не хочешь сделать. Пошли погулять с тобой. Пробезу, чтобы никто не заставит тебя делать того, чего ты не хочешь сделать. Я думаю, у нас есть проблема. Ну, как прошла миссия, да? Ну, так хорошо, как я пройдусь. У нас тут очень неправа ребенок. Она и слушать не хочет, и переходит в другую религию. Уверена. Вы сможете ее убить. Я в этом не уверен. Я, конечно, буду пытаться, но это просто. Я думаю, нам следует вернуть ребенка в еврейскую общину Кракова, где мы живем. Пожалуй, это будет лучшим ощущением. О, нет! Мария ужасно расстроится. Она любит это весное дитя. Они теперь всегда играют вместе. Давайте позовем доктора Порзинского и спросим его мне. Я Васильевна. Позовите мне доктора Порзинского. Немедленно. Доктор Порзинский Васильевна. О, Порзинский, проходите и присоединяйтесь к нам. У нас тут проблема с лесным ребенком. Проблема? Она больна? Что случилось? Священник все вам расскажет. Его Величество абсолютно прав. А ее она послушать не хочет. Это ее ходит только вы. У нее какой-то получил проблемы. Она отказывается. Говорится, что лучше умает. Священник. Теперь, когда мы вернулись в Краке, я хочу вернуть ребенка в еврейскую общину города. Но я возражаю, что Мария так привезла с лесного ребенка. Дайте ей время. Не пытайтесь форсировать события. Если королева действительно хочет, чтобы она осталась, и король не возражает, мне кажется, все временем Эстер забудет о своем доме и родителе. Но не форсируйте события. Я согласна. Через некоторое время Эстер станет одной из нас и примет наши обычаи, но со временем. Хорошо. Я устрою так, чтобы губернатка Мария будет обучать их как членов королевской семьи и, как полагается, обучать принцессу. Но как быть с данной проблемой? Она отказывается здесь нашим ребенком. Мы должны взять еврейскую женщину, которая будет готовить и приносить еду во дворец. Борзинский, вы можете взять в мою услугу и организовать все это? Конечно, в вашем месте. Я уверена, через некоторое время Эстер станет когда-то ждать. Но мы не должны. Девка не спугнуть ее. Мы ничего не должны делать. Я тебе покажу. Это так легко и красиво. Эстер, ты такая умница. У тебя столько хорошо красиво. Пошли, ты покажешь. Давай найдем цветок. Давай сядем на диск один. Змея, змея! В чем дело? Посмотрите на дерево. Мария сидела под ним. Я разберусь этим. Эстер, я никогда этого не забуду. Ты спасла мне жизнь. Я никогда этого не забуду. Моя жизнь принадлежит только тебе. Вам нравится эта чудесная погода? Ты не знаешь, что сейчас произошло. О, Мария, моя дорогая, я все так напугана. Меня едва не укусила ядовитая змея. Посмотри, она там лежит. Сюда убил ее. Но может, и спасла Эстер. Что? Эстер увидела змею и быстро оттянула меня от нее. Если бы не Эстер... Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить тебя? И так же спасение своей дочери. Ты спасла жизнь моей единственной дочери. Я буду благодарен тебе за это. Всю свою жизнь. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 О, это так волнительно, свадьба. Так, но сначала я должна вам всем убедиться. Теперь мне пора идти, увидимся, да. Эстер, ты знаешь, насколько мне нравятся уроки от вам молодого священника? Мне кажется, их мало. Эстер, Эстер, моя дорогая сестричка, разве ты не хочешь стать мне сестрой по вере? Аплодисменты ПЕСНЯ 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 Аплодисменты 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 перестать тебе спорить со священником и стать христианкой. Король уже по поводу говорил с тобой об этом. Что он тебе сказал? Он сказал мне, что это предварение на дежурный день. И застанное большое предание, что только при одном условии, что ты примешь нашу веру. Мы любим тебя, Эстер. Ты для нас тот. Ну когда же ты увидишь свет, О, Эстер? Мама, я думаю, на сегодня хватит. Сначала отец, священник, на чем ты и я все пытались убедить Эстер. Я думаю, нам стоит оставить ее в покое. Ты права. Мы снова поговорим завтра. А сейчас идите с вами. Как долго я смогу продолжать вот так? Король, королева, Мария, они все так добры со мной. Если я исчезну, он отправит поисковые обряды. И, конечно же, она идет меня. Мама, мама, ты столько раз приходила ко мне в снах. Помоги мне, помолись за меня о Шему. Пусть он спасет меня от опасности, которая разрушит меня. Пожар! Пожар! Вот и пришло время сбежать. Здесь, в королевском охотничьем домике, могу аккуратно выбраться через окно и спуститься по витке дерева вниз. Они всегда думают, что я погибла в плане пожара. Я не пытаюсь, выставив, это не tubing с кем-то. Спасибо за испытание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Ты врёшь! Я говорю вам правду! Ты врёшь! Ты шпион короля! Он так сложно бы разузнать про нас! Мы тебя убьём! Верите вы или нет, но это правда! Нам бы всякнулся сразу! Мы подождём в отношении нашего главаря! Ну что, в этот раз вам повезло? Мы нашли молодую девушку, которая принесёт нам хороший день в качестве любви! Братислав, Братислав, спаси меня! Кто посмел назвать моё имя? Братислав, спаси меня, как однажды тебя спас я! Шапси — это ты? Шапси обращается ко мне? Да, Братислав, это я, твой старый друг Шапси! Шапси — это ты? Тот Шапси, что оплатил мои долги, когда я проиграл со своей молодостью, будучи студентом в Литве! Да, это я! Развяжись его немедленно! Принесите ему воды и свежих овощей и фруктов! Ты — единственный человек в моей жизни, кто показал мне доброту! Что заставило тебя стать таким? Этот горький мир эгоизма и алчности сделал и меня таким! Я стала игроком и по грязь долгах, а затем попал в банду разбойников и стала божиком! Не хочешь ли ты оставить всё это? Я тебе помогу! Не слушай его, братислав! Ты что, трус? Ты собираешься слушать этого еврея? Не забывай о клятвии, когда ты ее дополняешь нашим божаком! Тишина! Или вы пожалеете? Теперь послушай меня, божа! Ты знаешь, я тебе верю! Ты знаешь, я спас тебе жизнь несколько раз! Так вот тебе мой совет! Отправь этого человека прочь и забудь всё, что он тебе говорил! Это не для тебя, это только опечалит тебя! Он и она! Слишком поздно меняться! Теперь ступай и думай с добротой обо мне и молись за меня! Возможно, милостивый Бог облегчит мое время! Но перед тем, что ты уйдешь, Шапси, расскажи о себе! У меня нелегкая сложилась судьба! Казаки спалили мой дом, работу всей моей жизни! Моя жена умерла и оставила меня с моей дочерью, которую я оставил в лесу! Я потратил много времени в её поисках! Братислав, я мог стать раввином! Но почему здесь? Что-то заставляет меня верить, что она жива! Однажды на шаббат у меня был гость, который рассказал мне о еврейской девочке, усыновлённой королём! Она ест только кошерную пищу! Я должен проверить, может быть, это моя дочь! Двое из моих людей доведутся до края леса! Шапси, думай с добротой обо мне и молись за меня! Спасибо, братислав! Спасибо, что спас меня! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Что ты здесь делаешь, в лесу? Совсем одна. Какая несчастная. Моя мать умерла, мой отец и мой дом уничтожены казаками. Меня взяли к себе родственники, но плохо со мной обращались, поэтому я решила убежать. Это была глупая затея. Если мы сможем получить за выкуп, мы вернемся твоим родственникам. А пока ты останешься здесь. Как тебя зовут? Меня зовут Эстель, я дочь юридского раввина. Но ты одета, как герцогиня. Как можешь быть ты дочерью обычного раввина? После набега казаков мои родственники поменяли веру и пересоединились в станку знати. Они хотели, чтобы я тоже поменяла веру, но я убежала. Как тебя зовут? Как звать твоих родственников? Я тебе не скажу. У нас есть способы заставить тебя говорить. Что ты на это скажешь? Я лучше умру, чем веруюсь к своим родственникам. Это означает насильственную смену веры. Ты храбра не по годам. Я буду не первой еврейкой, отдавшей жизнь за свою веру. Хорошо. Нас интересуют только деньги людей, но не их души. Ты можешь верить во что ты хочешь. Как смотришь ты на то Эстель, чтобы остаться со мной. Ты можешь стать королевой леса. И я дотам для тебя все, что пожелаю в твое сердце. Сотни моих умелых людей будут твоими слугами. Помни, что на небесах есть всемогущий Бог, который ищет возмездие преступникам. И я ведь милость тому, кто делает добро. Однажды ты будешь просить милости у Бога. Так будь милостив ко мне сейчас. Как можешь ты знать слова, сказанные мне совсем не нахро? Во имя моего друга. Слова, которые ты только что повторила, тебя не тронут. Ты будешь отправлен в еврейскую общину Вильно, где от себя заплатят выкуп. А пока ты останешься здесь в безопасности. Я скажу своим людям, что тот, кто тронется, тут же будет убить. Я позабочусь, чтобы ты был отдельной комнатой, замком и ключом. Шакси, я думаю, ты был доволен на сегодня, когда ты узнаешь, как я поступил с дочерью такого же, как и ты, еврея. Я зазвала в это собрание сегодня, чтобы обсудить горячий вопрос, который возник перед нами в отношении еврейской девочки. Ее приняли разбойники и требует огромный выкуп на три тысячи граждан. Кто это, девочка? Откуда она? Она сказала, что убежала от родственников, которые сами поменяли веру и хотели заставить ее. Как и смажете от родственников? Она отказалась отвечать. Неужели? Вы думаете, мы дадим деньги в таком сомнительном случае? Мы и так обеднели после набега в казах. Между нашими, как они, ходят разговоры о таких случаях. И говорят, что мы не должны платить за евреев больше, чем за покупку раба. Иначе мы оттенуем на тебя привычку. Захват вас сильнее. Я думаю, мы должны приложиться к деток, но если они откажутся, откажутся, то девочка останется вниз. Я слышу, что ты говоришь, но в правилах есть исключение, и это как раз тот самый случай. Здесь бандиты будут только рады, если девушка останется у них. Как подарок, я говорю. Они сказали по-своему, что не забудь ни единого Гульдана с вами выпекла. И как нам следует поступить с этим? Если мы в темном уху с обеем, то это войдет им в привычку похищать еврейских детей. Похоже, эта еврейская девочка особенная. Она произвела впечатление на злодеях однозначно. Она обладает сильной верой. У нас здесь очень непростая ситуация. Что нам посоветуют рады? Все очень сложно. Я действительно знаю, что сказать. Возможно ли собрать такую сумму? Наша община достаточно большая, но люди стали заметно и вреднее. У нас нет денег. Казаки взяли большую флагу за нашу жизнь. Не время сейчас для таких случаев. Я слышал ваш разговор, но не хотел вмешиваться, так как я здесь самый младший. Но мне кажется, я знаю решение. Позвольте мне заплатить три тысячи приданнов из своих денег. Пусть Бог оставит тебя, Ашим. И возьмет тебя во много раз больше за твои добрые дела. Слава Богу, все хорошо хорошо. Слава Богу, все остались бандиты. Ты будешь удивлена, но они сказали хорошо относиться. Что, на этого заслуги? Здравствуй, эстет. Добро пожаловать в наш дом. Я знаю, я не сделала вам много денег освободить меня. Но не волнуйся. Я буду вашей рабочей. Я буду делать все, что вы скажете. Лишь бы оставаться пятидесятами. Ты не будешь нашей рабочей? Конечно, нет. Ты будешь нашей дочкой. У нас нет своих детей, ты будешь нам как дочь. Жить в нашем доме как наш ребенок. Большое спасибо. Расскажи мне о себе. Расскажи мне о себе. Я не хочу об этом говорить, но я убежала. Пожалуйста, не спрашивайте от меня об этом. Мне грустно. Теперь ты с нами. Ты будешь помогать мне по дому. Минахов очень уважаемый человек. И у нас даже постоянно люди. Я так счастлива, что могу остаться в вашем доме. Спасибо. Ты мне как дочь. Я не могу помочь. Послушайте, нужно быть реалистом. Мне нужно серьезно с тобой поговорить. О чем это? Я поговорила уже с Минаховым. И собираюсь сказать тебе то, что сказала ему. С Рэб Минаховым я не понимаю. После того, когда меня не станет, я хочу, чтобы ты переехала в дом сестры Минаховым. Поскольку ты не сможешь оставаться здесь. Я с ним поговорила. И он, она не против. Я уверена, Рэб Минахову не понравятся такие речи. Попущу, Эстер. После года в доме сестры Минахова, когда Минахов переживет то, что случилось, будет взять самое время взять себя в жены. Пожалуйста, Эстер, не отказывай мы себя взять в жены. Моя дорогая Гута, гоните такие мысли из головы. Я не хочу говорить о таких грустных вещах. Конечно, мы сменим тему. Эстер, ну пожалуйста, когда придет время, вспомни наш разговор. Это моя просьба. Доброе утро, Минахов стоит в доме готова. Привет, Эстер. Какая хорошая жена и какая преданная мать. Поцелуй, Бульден. Я положу ее спать. Ты выглядишь от такими беспокоятных, в чем дело? Ты знаешь, принц Эрегенцев, Центльбольд наложил налог в сто тысяч бульденов на евреев на содержание своей армии. Посты наших людей не помогли? Я уверен, они помогут. Но в данный момент ситуация плохая. Мы все можем быть измены из Бильна. Принц Эрегенцев. Как насчет подойти к принцессе? Она не может помочь. Ей муж запретил вмешиваться. Ей не разрешено разговаривать над ним. Еврейские женщины пытались подходить к ним, но она не смогла помочь. Как зовут же мой принц Эрегенца? Ее зовут Мария, она дочка Эля Польша. Она недавно вышла замуж. Мария, моя дорогая другая Мария, как ты могла выйти замуж за такого скрепленного человека? Что ты сказала? Нахрен, я тебе этого никогда не говорила. Ты слышал историю по лесной обетях? Да, конечно. Послушай, Нахрен. Я и есть тот лесной ребенок. Я жила во дворце, мы с вами были хорошими подругами, но я думаю, я смогу подействовать на нее. Эстер, ты та девочка, у которой было так много преград и страданий для еврейской жизни. И я счастлива, что ты моя жена. Послушай, Нахрен, я надену свои лучшие наряды и отправлюсь во дворец на встречу с принцессой. Я думаю, она сможет нам помочь. Шансов мало, но мы должны попробовать. Будем надеяться, с Божьей помощью ты принесешь избавление нашему народу. Я не знаю, как долго меня не будет. Но я уверена, твоя сестра поможет тебе присмотреть за нашими детьми. Скажи людям продолжать молиться. Я до сих пор не могу поверить, что женился на такой замечательной девушке, как ты. Да чего ты мне раньше об этом не рассказывала? В этом не было необходимости, но теперь у меня есть шанс попытаться помочь своему народу. Я подготовлю для тебя лучшую карету. Пусть Ашен сделает процветающим. Что это такое, Магда? Ты не видишь? Я занята письмом. Я очень сомневаюсь, что пришла с подвигом вашей веселкой. Это важно. Я пишу своим родителям, королю и королеве Польши. Я пишу рассказать, как я счастлива, Магда, в эти последние несколько месяцев, как я вышла саму за принцепоря. Для видна ваша уваженника, и для меня ваша личная помощница большая, и для войска любит ваша счастье. Так что же тебе надо сейчас? Отлично, мне ничего. Просто для главной женщины, умеряя в вашей семье. Я принцесса. Я не могу встречаться с женщинами, которые захотелось меня увидеть. Должна сказать, что она не сможет меня увидеть. Конечно, ваше величество. Обычно это как в колоевке. Неужели, Магда? Что-то у меня есть, что меня впечатлило. Мне кажется, или ты спросила, что она хочет. Конечно, ваше величество. Она и не имеет, которые умоляют вас поговорить. Я не могу больше слушать их просьбы. Мне запрещено беседовать на эту тему. Я ничем не могу помочь им больше для втечения все-таки, чем я уже делала. Скажи, чтобы она уходила. Но я ей тоже сказала. Она говорит, что не заедет. Что? Что? Как все это происходит? Она говорит, что у меня лично сделала большой лайк. Неужели? Я думаю, что она сделала себе втечения, но здесь все будет. Почему? Почему? И в такие минуты, если она будет отдыхать, я тут же устану. В каком случае пусть она войдет. Да. Что случилось? Ты не должна плакать. Если ты пришла по поводу налога с евреем, я ничем не могу тебе помочь. Мои руки связаны. Мне запрещено беседовать на эту тему. Я пришла рассказать вам что-то, что я думаю будет вам интересным. Это говори. Вспомните ли вы, что у вашего высочества детства была подруга, еврейская девочка. Разве не так? Да. Бедный ребенок погиб на пожаре, который уничтожил в доме. Я пришла сказать, что еврейская девочка жива. Это невозможно. Я своими глазами видела, как ее комната превратилась в пепел. Возможно, принцесса помнит это дерево, которое растопит окном. С помощью этого дерева ей удалось убежать от окна. Неблагодарная. Я так долго плакала по ней. Я горевала по ней, как по мертвой. Она не была неблагодарной. Она убежала, потому что не хотела менять веру, а ее заставляли. Буду в этой знать, что устрою, как для нее. Мария, ты не узнаешь меня? Я Эстер, твоя давно потерянная сестра. Эстер, Эстер, это ты? Да-да, я узнаю тебя. О, Эстер! Мария, могу ли ты забыть меня? Теперь я понимаю, тобой двигали цветные мотивы, а мы ошибались, заставляя тебя поменять веру. Теперь, Эстер, расскажи, что с тобой стало после того, ночи пожара. Чего не сможешь поделать? Это проблема. Мой муж боялся, что моя мягкая натура смотрит надо мной, поэтому он запрещал мне беседу, как я молчусь. Эстер, я придумала. Ты должна лично обратиться к принцу по поводу своего вопроса. Ты думаешь, он будет слушать меня? И так, и нет, и так, и нет. Он скажет нет. Но мы для этого позже сейчас придумаем. Для этого нам надо попросить нашу тайну Марту, как Марта сможет нам помочь. Я прикажу Марте одеть тебе самое лучшее. От меня надет ты одежда. Ты оденешь их, и я представлю тебя принцу, как принцессу. Принцессу Яблонску. Это даст, может себе поговорить с принцем. Магда, я могу тебе доверить этим секрет? Вы знаете, что можете вашу любовь. Я хочу сыграть с принцем в одну игру. Для этого ты должна будешь заснять мою подругу, и одеть ее в самую лучшую одежду. Она должна выглядеть как принцесса. Как дела, Мария? У тебя был хороший день? Да, чудесный. Ну, расскажи, как прошла твоя поза? Все было замечательно. О, поздно. А у меня новость. Я получила нос о визите моей давней подруги детства. Принцессы Яблонской. Ты часто говорила мне про эту подругу? Да, она редкой красоты. Дама большого ума. Тебе поздравится ее общество. Так, когда ты говоришь, она приезжает? Я жду ее с минуты на минуту. Я уже слышу, приближающую карету. Возможно, это едет она. Какое удовольствие разговаривать с твоей подругой, Мария. Она такая интересная и интеллигентная натура. Ты думаешь, только я с хорошим образованием? Нет, нет, ты права. Каждая принцесса королевских кровей должна обладать таким навыком. Я рада видеть, что ты доволен, Поль. Слышит ваши увекательные беседы. И, похоже, она всегда держит их вверх. Она превосходна. Она способна изменять мое мнение. И она способна проявлять мое мнение и изменять мое мнение в разных взглядах. Я рада видеть, что ты доволен. Она так убедительна в своих словах. Она заставила посмотреть меня на многие вещи другим взглядом. Ты почти забыла о своей охоте. Попросите принцессе Аблонску войти. Доброе утро, принцесса. Доброе утро, Мария. Как у вас дела? Доброе утро, принцесса. Мы так рады тебя видеть. Почему? Потому что я принцесса. А если бы я была обычной горожанкой, вы бы так радовались? Вы хотите нас запутать? Я прошу прощения, но дискуссия о книжных сословиях, которые вы вчера затеяли, заставила меня размышлять всю ночь. Я не могу принять того, что вы сказали, что христианин не лучше дикого зима в поле. Я сомневаюсь. Что-то потому, что у них нет возможности, хозяин обращается с ним как с самуществом. Как насчет евреев? Многие из них образованы и обладают различными знаниями. Евреи? Да у евреев вообще нет никаких прав. Я в этом убежден. Они умны по части при умножении денег для себя. Но меня учили по-другому. Мы можем использовать их и их деньги на свои нужды, путем наложения налога на них. Это справедливо? Вы кого-нибудь из них знаете? Вы когда-нибудь с ними разговаривали? Нет, только слышал их протесты против наложения налога. Знаете, я уверена, если бы вы поговорили с некоторыми из них, вы бы увидели, насколько они образованы и обладают различными знаниями. Лишь только потому, что у них нет возможности. Они такие, какие они есть. Принцессы японские, не говорите мне, что вы знаете также о культуре еврея. Вы не перестаете удивлять меня своими познаниями. Думали ли вы, сколько они стареетий сохраняли свою веру, при том, что многие народы пытались им помешать? Вы действительно считаете, что еврей может показать свой ум так же, как и дворянин? У меня было много возможностей узнать этих людей. Я чувствую, они внесли огромный вклад в нашу цивилизацию. Вы действительно считаете, что еврейка сможет показать себя в свете и проявить свой ум и интеллигентность, как, ну, как, например, вы? Да, я так считаю. Помнишь, я тебе рассказывала историю о вредском ребенке, который спас мне жизнь, когда я была ребенком? Да, ты рассказывала мне эту историю. Она единственная, которая смела спасти тебя в мире. Ты сказала, она погибла в мире. Да, я так считала. Но недавно я узнала, что это была ошибка. Она добровольно оставила всю рожкасть дворца ради своей веры. Это красивая история, но не ждите, что я в нее поверю. Сейчас я расскажу настоящую причину ее веры. Вероятно, она не смогла привыкнуть к такому образу жизни, как от нее требуются. Ведь ее тянуло назад к низким моральным культурам ценностей ее религии. Она бы никогда не смогла научиться манерам и интеллигентности, которые требовались в ее дворце. Тварянская жизнь не под силу раси, в крови которой течет первобытной декады. Вот почему она избежала. Что ты скажешь, если я тебе покажу еврейку, которая прожила в еврейском доме шесть лет, потом вышла замуж за евреем и родила двойных детей. После она вернулась в мир сословия дворян, всего лишь свинив наряд, необходимый для представления ее корабельских кровей. Покажи мне эту женщину, и я поверю во все, что сказала твоя дочь. Я думаю, кто-то введенный в заблуждение заслуживает объяснений. Что вы имеете в виду? Однажды принц путешествовал за рубеж на страну, и находясь вдали от дома, он отправил своей жене подарок – бриллиант. Слуга, который получил бриллиант, понял, что принцесса не оценит его стоимость, поэтому он огранил его соответствующим видом. Потом отдал его принцессе. Принцессе очень понравился бриллиант. Я тоже открыла свой бриллиант. И чтобы ты оценила его, я огранила его в соответствующую нижнюю виду. Говори ее. Ты перестанешь говорить за это? Хорошо. Я была развлечена со своей подругой детства долгое время. После я нашла ее. И чтобы ты оценил ее, я не могла тебе представить в таком же виде, как и я. Если бы ты увидел ее, ты даже не уделил ни внимания, ни даже не о чем бы с ней говоришь. Поэтому я представился горячо мою любимую детство подругу Эстер не как Эстер, а как принцессу Яблонскую. Вы? Это Икея Смабриллиант, соответствующая грант. Я не раз повторял, что тебе нравится с ней говорить. Я шокирован, я удивлен. И да, Мария, ты права. Даже если твоя подруга не является значимой порождения, то что-то особенное, божественное есть в ней. Принцесса Яблонская, вы действительно тот еврейский ребенок, который оставил все ради своей религией. Мария, твою подругу когда-нибудь награждали за спасение твоей жизни? Нет. Как ты думаешь, что бы способствовало хорошей наградой для спасения столь великой жизни? У меня есть идея. Вы получите 10 тысяч бульдвинов, которые я собирался взять от евреев Вильмана. Я думаю, они помогут вам за этот дом. Варуха Шэм. О, Фоль, ты сделал меня такой счастливой. Это такая часть у нас постит такой вина в гости. Как обычно, мы сидела в трехаха. Послушай, Минахан, я на него няня, так что я могу пойти в школу и послушать рамок. Знаешь, Минахан, мне его было с каждым знакомым, как у восточного отца. И глупо утверждаешь, что это великий Равин и есть мой отец. Надо гнать такие мысли из головы. Для нас хотя и те, которые посетили нас в ряб-шап-силе, у нас в общей награде не может вечер. Вот таким замечательным местом я хочу за вами плахать в ряб-шап-силе. А теперь давайте выпить за хозяина, королевского зятя. Королевского зятя? Что вы имеете в виду? Вы не знаете, что у нас произошло? Что у вас здесь случилось? Вы что ли подпишли о монахеме и его жене? Нет, пожалуйста, объясните. Вы не слышите, что жена монахема Эстер была приемной дочери короля в Польше. Она отказалась из некошерной пищи в королевском борцове. Эстер жена монахома, которая была приемной принцессой Марии. Она спасла нашу общину от ряб-шапа. Она не знает, что я сказала, что она беретит, но остается благочустили, как и прежде. Я думала, что Эстер зареет там в этом году короля. Да нет, она выбралась из дома и убежала. Извините, перед тем, как вы попали в лес, где вы находились? И я не знаю, дочь, но меня очень плясит. Поэтому не казайтесь. Разве такое может быть? Ты действительно Эстер, моя дочь? Эстер, я хочу знать все, но сначала я должен отблагодарить Ашема за то, что ты осталась настоящей еврейкой. Я вижу, все было предрешено. Тебе нужно было спасти евреев и на тяжелой судьбы. Отец, у нас будет очень много времени поговорить, но сейчас я возьму тебе на встречу с королем и королевой. Они спасли мне жизнь. Да, мы успеем, но сначала мы должны отблагодарить Рабаноша Леулам за то, что он себя у нас вместе. И за то, что ты нашла такого хорошего мужа. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты 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 Рэп Арон Боровикова Наоми, Рэп Шапси Гарсура Вива, Гута Романюк Илана, Мария Маленькая и Большая, Калинова Наоми, Плату и Тараси, Эстер в детстве, Эстер взрослая, Каламитин, Катана, Прочерпение, Танцевали и пели все, кого вы видели на сцене. Рэп Шапси ГорасFS Try про маяро, переп些 м Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо!